короче мы приехали в аэропорт и нам как-то надо добраться до площади такси вот этот автобус аватас уже полный с такси мы поедем на такси так что мы сейчас ждем полчаса и потом едем на такси вот мы добрались до стамбула зацените какой шикарный видос вообще на босфор здесь район гранд базара здесь куча еды короче это видео специально для тебя вартанов смотри смотри на эту красоту вартанов адана кебаб эскендер кебаб все кебаб ой как все выглядит красиво блин вартанов вартан стамбул детка короче сама ты стал париться заказала дану кебаб здесь у нас рыбка выглядит очень аппетит а здесь это шашлык типа с баклажанами хочешь попробовать салат салу будете да я впервые в жизни ем фигу хорошем смысле этого слова здесь у нас базар куча народу есть что-то движняк какой-то туристы ходят трамваи ездят как бы современная недавно приведена что на самом деле можно посмотреть кстати это она стоит на полу тех времен то есть раньше вот на том уровне примерно и была эта площадь то есть грубо метров ну 5 в глубину вниз раньше там в общем то вот люди ходили вот тоже особенность стамбуле это но лучше не гладить собака собака но особенность там было что от собаки вот так вот лежат отдыхают никого не трогают до собак приехать в стамбул стоит 100 долларов а потрогать пальму без цен а этот ничем не примечательный булыжник это нулевой километр османской империи откуда начинался отсчет всех расстояний сам от нашел свою табличку с сэм 1483 километра вот похвастать если долго 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 если долго по дорожке если долго по тропинке прыгать бегать и бежать то наверх короче сейчас иду покупать рыбный кебаб это у галатского моста стоит он 8 турецких лир вот так вот жарят так это все выглядит вот тут рыба жареная все супер простое блюдо кусок рыбы лук чё какая-то фигня а сейчас идем на тур по босфору вообще мы планировали поехать сразу в москву но ради этих рыбных кебабов заехали в стамбул ну вот и начался наш тур де босфор закат ну как бы на камере скорее всего не будет видно но там просто шикарно небо мост вот этот знаменитый сам от айсулу максим пьет сок и свежевыточных апельсинов за две с половиной лиры алина да мы тут вообще у нас кайфушки только что поели рыбных кебабов вай-вай-вай вообще тут народ весь что-то фото это всех селфи-палки я прям я прям достал специально тоже селфи-палку и вот так вот тоже может делать но мне она вообще длинная боюсь что комплексы разовьются народу поэтому не достаю вот такой дядя ходит нам продал сок очень-очень классный дядя вообще турки прикольные они интересные ребята макс сказал новый блин даете и лег спать вот такая вот прогулка бабосфору и но благо едем обратно короче у нас день 2 мы идем цистерну базилик и другие ништячки народ только готовит свои блюда разворачивает сосиски как говорит макс куча туристов погода просто супер не холодно не жарко накрапывает дождик но мы сейчас куда-нибудь спрячемся вчера ночью мы стали свидетелем как разгоняет уличных торговцев с такой скоростью я не видел чтобы убегал никто больше такой базар еще из грузом до такой стихийный базар у египетского базара он просто исчез вот за пару минут все побросали в углы свои товары расчески ну мелочь всякую и и разбежались то есть что-то поломалось что-то нет было непонятно честно говоря милиция приехала всех арестовала зачем я рассказываю эту историю фиг понять вообще здесь народ берет билеты на абсолютно метро Здесь такой здоровейный алмаз, куча других бриллиантов, орденов и прочего. Ну, не знаю, девушкам очень нравится. Если посмотреть, мужики фотаются, что-то делают, скучают, а женщины прямо... А-а-а, сережки, алмазики, бриллианты, я хочу такой же. Вот. Ну, для посещения интересно, что ты хочешь сказать? Как тебе поход на Багдад? Перламутровые всякие штуковины. Смотрите, какой купол шикарный, символ вселенной. Посмотрите, какие штуки здесь вообще есть шикарные. Камин, как в Гарри Поттере такой же. Сейчас появится здесь Гарри Поттер и мы все офигеем. Диван, на котором сидел Ибн Пибибин. Вот такие вот штуки. Вообще здесь все строилось, короче. Пошли на Багдад, построили память о походе на Багдад. Пошли еще куда-то. Построили в память о походе, завоевании чего-то. Я считаю, вообще красавчик. И так и надо делать на самом деле. А это солнечные часы. Вот это действительно прикольная штуковина. То есть она стоит и как-то вот эти круги, вот этот центр и вот эти сектора, они как-то по ним определяют со временем. Здесь прямо в музее у камеры буквально в двух метрах можно допрыгнуть. Живут голуби, голубки. Гнездоц у них там видать с яйцами. И ничего народ их не беспокоит. Спокойно ходят, смотрят на миллионы людей проходящих. Короче, день второй нашей трапезы. Да, вот Самат положил это. Сарма. Это фаршированные листья винограда. Это блюдо одно из рекомендованных. Давайте оценим. С кислинкой очень интересно. Учитывая, что блюдо очень недорогое. Это большой базар. В общем-то, ну, гранд базар, честно сказать. Большой базар. Куча народу и все такое. О, заходим в метро тут. Опа, а вы что тут делаете? Ты что, как сюда попал? Нет. Что больше? Короче, нашли офигенно крутое вообще художника. Зацените, какие картины. Он панорамные картины. Ё-моё, это крутецкие вообще. Целые панорамы. Там тоже куча мелких панорам. Светодиодные панорамки. Смотрите, тут горит, горят они. Блин, это просто вообще супер. С Аллатской башни. Здесь вообще место тусовки молодежь. Типа Арбата. Играют на гитарах, поют, сидят. Все вообще очень весело и классно. Вот это я понимаю. Вот эта жизнь, вот эта тусовка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот мы в самой крутой, традиционной сладостной штуковине в Стамбуле. Хафис Мустафа 1864. Тут вон сколько всего. В принципе, не такой большой выбор, но говорят, здесь просто супер вкусно. Вот мы сидим с Соматом в этом мега-кафе и выбираем сладости. У них тут меню. А теперь? Я выберу в Далай. Вас в Ютьюбе покажут. Покажут. Я выберу в Далай. Я выберу в Далай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, мы пришли в последний день в рыбный ресторан. И хотя мы шли вот сюда, в ресторан Феннер, но у этих ребят было очень эффектное меню. А это вот такое меню у этого ресторана. Краб. И мы пришли сюда. Взяли рыбу за 130 лир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова